Нет. А почему? Не знаю. Ну как же так? Как же можно не нуждаться, не благодарить Бога, что живой остался? Многие умерли ночью, не встали. Пойдешь на улицу, надо перекреститься и сказать, отрекайся сатаны и всех дел его, всех ангелов его, всей гордыни его. И тогда иди, тебе ничего не случится. Хорошо. Надо на Бога нанести. Надо завтра сделать так. А вот ты умеешь там набирать? Вот наш YouTube называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И ты там увидишь, как у нас дети. А вы это, как? Блин. Ты, наверное, хочешь спросить, священник или нет? Вот, да. Да. Нет, брат у меня священник, а я штец. Штец. Проповедник. Аминь. Понятно. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе, что Он умер за нас, Господь. Умер. Наши грехи понес на себе. Кто будет веровать, их креститься спасен будет. А кто-нибудь слушает? А как? А кто-нибудь слушает? Слушают. Вот сегодня утром подряд пять человек у меня было, которые здесь. А сейчас пять человек, и все то матерятся, то пьют, сидят. Ну, это такие люди. С ними ничего не сделаешь. Да ничего не делают. Сатана пашет на них. Да. Надо жить свято, чисто, по совести, несожженной. Да. А у вас храм-то есть в городе? Ну, есть два. Далеко от вас? Нет, там три-четыре километра. Ну, вот. Ходите туда? Да. А с кем ты ходишь? С родителями. И оба они верующие? Ну, да. Вот здорово так. А какой ты счастливый. Ты можешь зайти на наш YouTube, называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас очень большой YouTube. Вот запиши как-нибудь. Да я сейчас в YouTube найду, я как раз в компьютере. Ну, давай, найди. Я тебе подскажу, как. «Во свете Библии» свет падает. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага, сейчас. Это я. Яндекс быстрее. Ну-ка, попробуй. А у тебя дома родители-то? Не. Надо, чтобы они были рядом, когда будем говорить-то. А тебе сколько лет? Четыре. Ой, тринадцать. Тринадцать. Ты несовершеннолетний. Желательно, чтобы с родителями были. А то родители скажут, кто-то тебя куда-то утащил там и прочее. Не, не. Нет, а то мы православные. У нас обмана никакого нету. Не, не. Как еще расскажите? «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» Игнатий. Игнатий. Ага, нашел. Еще там. Сколько подписчиков? 42 тысячи подписчиков. Правильно. И 42 миллиона просмотров. Вот это, да? Да, 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 да. Молодец. Теперь слушай внимательно. Ты Игнатий Лапкин запиши. И когда придут родители, ты скажи, что разговаривал с человеком, верующим, чтобы они по скайпу зашли. И тогда я, ну, желательно, чтобы с родителями ты был, по скайпу. Скайп, знаешь, что такое? Ну, да. Вот. Игнатий Лапкин, заряди. Я один с этой фамилией, именем один. Я скину наши материалы. Вот, допустим, ты сейчас открыл Ютуб. В Ютубе на нашем канале 16 900 роликов наших. Ого, ого. Вот. Потому что мы показываем все, что у нас бывает. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Тебе было там найти в Ютубе? Очень интересно. Заряди. Когда зайдешь в Ютуб на наш, то напиши детский лагерь. И там увидишь, как я с ребятишками занимаюсь. Какие дети у нас, как девочки одеваются. Как мы в храм идем, молимся. О, шапка даже есть на канале. Да. А вот если зарядишь во свете Библии через Гугл сайт, не Ютуб, а сайт, то у нас огромный сайт. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Там у меня вышло из печати, я как автор, 38 томов книг вышло. Они там на сайте все. Ага. Вам будет интересно. А если в мой мир зайдете, mail.ru, знаешь такую систему? Да. Вот. Игнатий Лапкин там только заряди. Это, в моем мире. И там 22 400 фотографий наших. Ого. Вот так. У нас все открыто. Вы видите, как в храме молимся, как крещение у нас, как митрополит приезжает. Тебе это так интересно будет. Все такое чистое, красивое. Мы деревню строим православную, где все верующие. У нас никто не курит, не пьет, не матерится. Ясно. Вот дети-то у нас какие? Они не слышат этой беды. Да. Вот по скайпу, только скажи, по скайпу, Игнатий Лапкин. И когда зайдете, я сразу скину наши ресурсы. А тут-то, видишь, расходятся и ничего не успеешь сделать. Ну да. У тебя как... Да, видеомога. Так. Видишь, какие там первые ролики стоят? Ну вот, 14 часов назад, видео номер 1396, события дня ПСС-73, подвигни стопы. А дальше... На каждый день у нас ролик выходит, какие события были, события дня. О борьбе с блудными мыслями, стоит ли делать прививки. Да. Узывая сладкие декларации, митрополит. Да. Это очень большие. Я во многих пяти институтах вел занятия. Студенты мне задавали вопросы. Я отвечаю на вопросы. А, ну вот у вас вот даже сейчас рулетки есть видео. Да. Вот из рулетки. Вот если ты будешь заходить на наш канал, ты увидишь сам себя, как мы разговаривали с тобой. О, круто. Как ты умно отвечал. Потому что другие дети увидят. Ой, Хаттабыч, кричат. А ты нет. Ты ведешь себя спокойно, выдержанно, как положено, христианину. Да, ну зачем? Я всем говорю, если там взрослые люди, я говорю им не здорово, не что-то там такое, кто такой. Я говорю всем здрасте. А вот такие если лет по 12, тоже по 13, я говорю привет, как зовут, вот так с ними общаюсь тоже. Ну бывает, они мне говорят там матными словами, я им обратно скажу так же. Тебя как звать-то? Илья. Илья. Ты знаешь, что такое Илья? Как переводится на русский язык? Я не знаю. А ты запиши. Илья по-русски с еврейского означает «бог моя крепость». Да? Да. Ого. Бог моя крепость. Три слова. Иль и я. Это по-еврейски. Илья. А вот Михаил, Миша, означает «никто, как Бог». То есть Бог самый сильный. Вот запиши себе, запомни, Илья. Бог моя крепость. Вот ты за Богом всегда скрываешься. Что на тебя нападает? А ты, Господи, ты моя крепость, спаси меня. Перекрестись, когда выходишь из дому, всегда перекрестись и скажи «отрекаюсь сатаны и всех дел его, всех ангелов и гордыни». И впереди себя перекрестись, не бойся. Тебя ангел будет охранять со всех сторон. Вера, про вас? У нас вот уроки были тоже вот в школе. Там ОРКС, ОДНКНР. Там нам рассказывали все про Бога, как правильно поступать. Нам еще говорили, когда идешь, если видишь там кого-нибудь, там собаку, говори «ангел мой, иди со мной, ты впереди, а я позади». И перекреститься надо. Ну да. А на исповедь-то ходите в церковь? Не. А как же так? Надо ходить перед батюшкой. Когда придете, скажи «батюшка, прими меня на исповедь». И священнику расскажи там, что тебя смущает душу, грехи. И священник имеет власть упростить. Мы уже давно не ходили в церковь. Ну надо сходить. Как нельзя. Это жизнь. Потому что долго поставь около дороги сосуд. И там пыли много. Кажется, все время мыть его через час. Там меньше пыли будет. Ну да. Вот так. А до священника... Ну сейчас поплыть тогда, если что, видео посмотрю некто. Да, видео посмотрю. У просмотров вообще мало. Вот вроде много тысяч подписчиков, а просмотров вообще никто не смотрит. А, нет. У нас просмотров 42 миллиона. Ну да, так вот. Они же должны обычно вот там по... А, ну есть тут такие прям по 200, по две тысячи. Ну да. У меня две голубятни. Я с голубями вожусь. У меня две голубятни. Мы деревню строим. У меня в деревне голуби и здесь. А зимой я даже в комнате держу. Они у меня в коробке. А потом выпускаю их каждый день. Они по комнате полетают. И опять выводят птенцов здесь. Я их превращаю. Они на улицу, на руку все садятся. Прикольно. Ну да. А у вас кошки есть? Есть. А ну-ка. Какая она? Ну-ка. Кося. А, вот она. На окне лазит. Ага. Ой, какая кошка. Так у вас двое. А там букет на улицу лазит. Ну вот видишь как. А у меня шесть кошек. Ого. Да. А по голуби-то где я ходил? Есть там зерно. И там мыши появляются. И я их то на крыше держу, то в избе, чтобы мыши разогнали. А я сейчас тебе покажу свое. Подожди-ка. Где они у меня тут? Ой. Подожди-ка. Сейчас я возьму белый. Ты где? Ну-ка, иди сюда. Дай-ка. У меня на втором этаже он сидит, лежит. Ой. Давай сюда, белый. Пойдем, посмотрим. Илюша посмотрит на тебя. Иди. Ну, развел. Ой. Тяжелый такой. Ого. Видишь какой? Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот какой белый. Ему вот и три месяца. Видишь, что делает? Ты что балуешься? А? Я вот так и зову белый. Видишь какой? Тяжелый. Красивый. Килограмм, наверное, пять больше. А его мать... А у меня второй дымок тоже. Ну, вот, бусь вот эта, она его окатила. Да. А те, они, те котята, они не вышли. Там, что-то, она окатилась не в доме. А вот это его мама. Видишь, какая пушистая. Да. Вот какая. Сейчас второго позову, может, второй тоже придет. Буся. Ой, какая. Одна вышла, второй зашел. Прям. Ага. Ох ты. О, какой. Так это, это, наверное, персик, нет? Не, 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 не. Это этот. Ой, блин, как ж. Ну, как ж. Какой-то такой. Ой, у него глаза какие? Синие глаза? Да, да, да. Ну, а у них такие, они синые глаза все. У меня во дворе один ходит такой. Немой. Тяжелый? Ну. Ну, и гручий. Да, 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 да. Вот так. А вы собак не держите? Есть одна такса. Такса. Но она маленькая. Она для подземных там норок. Она может барсука вытащить, такса. Да, у нас вот в сарае, там крысы лазают. Она там такие норки эту копает. Разрабсявые, норки уходят, но крыс достает оттуда. Понятно. Ну, вот видишь, как мы познакомились хорошо. А в каком городе живете? Урюпинск, Волгоградская область. Ленинградская область? Волгоградская. Волгоградская. А мы Алтайский край, город Барнаул. Ого, далеко. Далеко. У нас очень красивая местность. Вот мы где деревню строим. Там природа хорошая. Да. Мы вот когда на море ездили, там проезжали краешком как-то там. Не помню, как-то. Это все, Илюша, это все Божья красота. За все надо Бога славить. Что Бог так украсил землю, таких кошечек дал. Это все Божье. В Украине он тоже красиво, в Карпатах. Там лес такой, горы. А вот есть и такие книжки специально про собак и про кошек. Много там написано. А сейчас в интернете можно узнать. Ну да. Да. Так, а что, чем визор выключился? Это хорошо. Ну да. Думок, что-то, ну что-то, ну козелы бегают, да? Ну ладно. Значит так, Илюша, ты записал Игнатий Лапкин, а ты меня звать так. Да, 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 я сейчас подпишусь. Да, и по скайпу зайдешь когда, желательно с родителями, и я тогда материалы все скину вам. Покажу, где и как. Только не забудь. Ага. Ну все, вопросы есть какие, нет? Да нет. Нету? Нет. Ну тогда все, до свидания. До свидания. Да сохранит тебя Господь для Царствия Небесного, чтобы ты был в раю. Спасибо. И родители, да благословите всех ваших родных. С Богом, дорогой. Спасибо.